здравствуйте зрители моего канала на этот раз принесли вот такую фару Гацерон V9C-800 хозяин сказал что она попала под воду вот здесь вот она упала и образовалась какая-то вмятина видимо из-за этого потом туда залилась вода и фара стала сама включаться сама выключаться плохо заряжаться разряжаться и в итоге все сломалось он разобрал эту фару она мне пришла вот в таком виде то есть в пакетике винты линза задняя крышка корпус и блок фара и он ее почистил от окислов но тем не менее она не заработала мне ее удалось починить поэтому я записываю это видео ну и если вы посмотрите это видео вы узнаете как она работает то есть какие составные части и как ее можно починить в чем может быть неисправность этой фары ну возможно вы захотите сделать ее ярче или увеличить время работы этой фары фара мне понравилась фара интересная и поэтому я записываю это видео по ремонту этой фары так что изначально не работало во первых когда мне ее принесли не работало вообще ничего я посмотрел аккумулятор аккумулятор был разряжен до нуля то есть было по моему 2 и 9 вольта когда я подключил аккумулятор к фаре он не заряжался заряд не шел что отвечает за заряд за заряд отвечает вот это вот левая микросхема tp 4056 это распространенная микросхема она довольно старенькая и она капризная если что-то то эта микросхема сгорает и поменять ее в принципе не проблема она очень распространенная я подумал хорошо ну если аккумулятор не заряжается я просто меняю эту тп и аккумулятор будет заряжаться я отпаял эту микросхему и при отпайке нужно учитывать одну особенность у этой микросхемы на днище есть такой вот термоупад то есть у нее на днище есть металлизированная поверхность которой она должна припаиваться на плату это вот та сгоревшая микросхема которая здесь стояла и естественно она была припаяна прямо пузом туда на плату если вот эти крайние ножки еще можно как-то отпаять паяльниками то под низ паяльником уже никак не залезешь но у нее есть особенность что если эта микросхема хандрит если она сгорает то она начинает греться то есть если у вас нет фена вы включаете сюда какую-то большую батарейку даете сюда хороший ток и если эта микросхема неисправно она начинает нагреваться и в принципе она может даже сама отпаяться ну лучше конечно ее сдуть членом как-то помочь ей отпаяться вот эту микросхему я отпаял и тем не менее батарейка заряжаться не стала то есть новая микросхема была не припаяна но что-то на плате разряжала эту батарейку то есть я ее зарядил отдельно я проверил емкость заявленная емкость 22500 миллиампер час реальную емкость я измерил 2400 то есть емкость соответствует но я подключаю сюда заряженную батарейку и что-то ее начинает разряжать я начал отпаивать дальше я отпаял вот эту вторую микросхему эта микросхема это контроллер который управляет режимами который управляет светодиодами ну в общем то это мозги этой фары и мозги причем довольно интересная но тем не менее все равно батарейка разряжалась здесь на батарейке видимо стоит чип защиты который не дает разряжать батарейку аккумулятор ниже чем 3 вольта это этот аккумулятор и спасло в общем то проблема была в том что вот этот вот конденсатор конденсатор который стоял на этом месте он был почему-то замкнут накоротка то есть вот конденсатор который изначально здесь стоял так переключу на она в режим сопротивления у меня уже были отпаяны две микросхемы и все равно я подключал аккумулятор и аккумулятор что-то высаживала не так то это просто вот сопротивление этого конденсатора 0 что замкнутые щупы что конденсатор хотя конденсатор звонится в режиме сопротивления вообще не должен то есть видимо когда фару залила водой его как-то пробило он окислился или что-то с ним произошло и в итоге он стоял по питанию чтобы фильтровать видимо помехи и он замкнулся накоротка все у меня получилось это микросхема от паяна это паяна я поменял этот конденсатор взял с какой-то платы похожий по цвету потому что конденсаторы по емкости идут по цвету если вы подберете такой же примерно по цветовой гамме скорее всего он будет совпадать по емкости ну потому что измерить мне было нечего конденсатор который был был просто замкнут накоротка дальше аккумулятор уже не разряжался и я решил припаять плату припаять микросхему для зарядки откуда ее можно взять можно купить микросхему tp 4056 на алиэкспрессе или можно купить вот такую плату вот такие платы очень распространенные я думаю что они есть у любого самодельщика стоят эти платки 10 штук 1 доллар по моему и ссылку на них я оставлю в описании если вы их не видели у меня такие платки конечно были я сдул с такой платы микросхему и впаял эту микросхему сюда ну перед этим конечно я проверил что она исправна и что она заряжает аккумулятор так как у меня осталась такая плата без микросхемы я подумал что и пропадать у меня в запасе были платы м е 40 57 они отличаются от т.п. 4056 тем что они не боятся переполюсовки и я припаял сюда м е 40 57 и думаю с этой платки сделать зарядник на магнитах то есть включая сюда микро usb или питание 5 вольт здесь два провода и два магнита при примагничиваю эти магниты на аккумулятор и получается такой небольшой зарядник об этом я думаю покажу в следующем видео так что если тема интересная то подписывайтесь на канал включайте колокольчик чтоб не пропустить следующие видео и так сюда я припаял т.п. 4056 подключаю аккумулятор и аккумулятор начинает заряжаться как проверить что аккумулятор начинает заряжаться можно встать то есть нужно подключить аккумулятор подключить micro usb и встать на эти две точки и посмотреть что напряжение растет то есть если напряжение на аккумуляторе было например 35 вольт а если она 3637 то естественно она увеличивается и аккумулятор заряжается ну или можно встать здесь в разрыв провода где-то и увидеть какой идет зарядный ток но это немножко сложнее дальше так как короткое замыкание было из-за этого конденсатора а не из-за микросхемы мозгов микросхемы микроконтроллера я просто впаял ее обратно но перед этим я исследовал всю эту микросхему и я уже думал что если короткое замыкание из-за этой микросхемы то можно впаять сюда какую-нибудь другую микросхему от другого фонаря потому что фонарь в принципе неплохой то есть допустим вот есть какой-то фонарь за один или два доллара который заряжается от usb и в нем есть вот такая вот небольшая шестиногая микросхемка которую в принципе можно отпаять впаять сюда и этот фонарь будет продолжать работать на такой же микросхеме просто будет немного другие режимы поэтому если у вас сгорела именно микросхема мозгов я покажу распиновку этой микросхемы какая у неё распиновка вот здесь приходят батарейки с аккумулятора плюс и минус на обратной стороне они подписаны эти плюс и минус приходят на микросхему вот это вот вот это вот нога микросхемы это минус это нога микросхемы это плюс на микросхеме по моему нет маркировки первой ножки поэтому как-то сложно говорить где ее первая нога где 8 ну вот это вот нога у неё плюс вот эта нога минус также на плате есть контрольные точки которых можно смотреть плюс и минус я их пометил вот это вот контрольная точка красная это уже мой маркер красный это плюс вот эта контрольная точка это минус отрицательное напряжение дальше что еще может быть интересно куда идет кнопка кнопка идет от на эту ногу так вот это вот нога идет на светодиоды и нас это вида идет вот эта вот нога светодиоды подключен очень интересно они подключены параллельно здесь два синих и два красных режим проверки диодов вот допустим я проверяю вот эти два диода загорается два синих если я меняю щупы местами теперь красный щуп слева то загорается два красных светодиода то есть светодиоды включены встречным включением если микросхема дает плюс в одну сторону загорается красный если она дает наоборот напряжение то загораются синие довольно интересное решение но суть не про это что нужно чтобы запустить эту фару нужно подать сюда плюс или можно взять плюс с этой точки на новую микросхему с этой точки можно взять минус кнопка приходит вот на эту ногу микросхемы если получится зажать светодиоды это вот эта нога и вот эта нога и управление на транзисторы идет вот с этой ноги правая верхняя нога дальше на обратной стороне есть два полевых транзистора полевые транзисторы с маркировкой 2300 это полевые н канальные транзисторы по моему с током 2 или 3 ампера они включены просто параллельно работают в параллели вот здесь вот у них gate то есть управляющий вывод этот управляющий вывод идет вот на эту ногу микросхема если здесь появляется положительное напряжение полевик открывается и льет ток на светодиод как можно точно удостовериться что эти полевые транзисторы не сгорели можно их просто открыть сначала можно проверить светодиод как проверить что светодиод не сгорел что светодиод исправный аккумулятор подключен аккумулятор заряжен хотя в принципе даже если он разряжен то 3 вольт хватит мультиметр стоит в режиме тока в режиме 10 ампер то есть просто я использую щупы как перемычку и дальше просто я замыкаю дрейн и сос этих полевых транзисторов то есть как будто я их открываю но уже открывая их перемычкой они открывая их естественным электронным методом так во первых я их открываю и во вторых на мультиметре будет видно топ который идет на светодиод так встаю сюда и сюда вот видите ток 1 и 4 ампера все светодиод исправный если вы хотите сделать чтоб фара светила ярче вот здесь стоит два резистора если уменьшить сопротивление этих резисторов каждый из этих резисторов 0 1 ома то фара будет светить ярче но она будет светить меньше по времени я бы не рекомендовал уменьшать сопротивление этих резисторов потому что принципе ток идет на светодиод около 2 ампер ток и так идет там неплохое если вы хотите чтобы фара светила дольше чтоб аккумулятор работал дольше то есть фара светила дольше на одном заряде но при этом фара будет светить тусклее то можно отпаять один этот резистор и тогда фара будет светить в два раза дольше но в два раза тусклее и все режимы сдвинуться вниз по току так светодиод исправен как проверить эти полевики нужно подать плюс вот на эту ногу микросхемы правая верхняя нога отвечает за открытие полевиков мультиметр стоит в режиме тока тока здесь большого не будет но щупы использую просто как перемычку встаю одной одним щупом на плюс и вторым щупом я встаю аккуратненько на эту ногу микросхемы вот полевики открываются и светодиод зажигается все полевики исправны и так что еще можно посмотреть как можно проверить кнопку кнопка сидит вот этот левая часть на минусе и при нажатии кнопки правый контакт садится на минус но и правый контакт идет при замыкании вот на эту точку то есть можно встать мультиметром сюда сюда и при нажатии на кнопку будет замыкаться то есть можно встать на прозвонку, но мне сейчас не хватит рук, одной рукой нажимать кнопку, второй рукой держать один щуп, третьей рукой держать второй щуп четвертой рукой держать плату можно встать допустим режим напряжения берем минус так, кнопка у нас расположена здесь вот напряжение 4,1 вольта, напряжение батареи если нажимать кнопку оно падает в ноль вот так это работает ну и при удержании кнопки должна включаться фара так, что еще можно проверить при включении на зарядку фара начинает моргать красными светодиодами когда она заряжена, по-моему горят синие светодиоды напряжение отсечки заряда в этой фаре по-моему я измерял 4,0 4,2,0,5 вольта то есть напряжение верхней отсечки нормальное ну и включение фары по долгому удержанию кнопки и даже там где-то есть тробоскоп ну и память режимов все фару я отремонтировал что еще хорошего сказать мне было интересно я посмотрел под этим светодиодом термопасты там не было то есть были какие-то следы похожие на термопасту ну так как я уже его открутил фара интересная то я сюда положил термопасты я думаю светодиод с этим будет работать гораздо лучше но светодиод здесь стоит хороший стоит оригинальный КРИ-XPL и он стоит на медной подложке что довольно неплохо все фара работает я думаю если какие-то вопросы по ремонту этой фары то задавайте пишите в комментариях под видео ну я думаю в следующем видео чтобы не затягивать это я соберу фару покажу какие режимы какие токи покажу стабилизацию тока в этой фаре ну и как она светит какая ее яркость сравню с фонарем допустим вот с этим конвой С2 такой вот старый бывалый фонарь все если видео понравилось ставьте лайк пишите комментарии под видео с вами был Радиогубитель до свидания субтитры до свидания Продолжение следует...